Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и, надеюсь, вы пришли в себя после длинных новогодних рождественских каникул. Ну, это в России, в Беларуси чуть поменьше, в других странах тоже и такие длинные они были, но тем не менее. Я решил начать этот год с того, чтобы оглянуться назад, в прошлое, и запланировал вам аж 7 подряд видео обзоров ретро-игр. Заодно небольшой мини-конкурс, победитель которого ничего не получит. Вот сейчас вы смотрите обзор Baldur's Gate. А напишите в комментариях еще 6 игр, о которых я расскажу. Сможете ли вы угадать их? Ну, в моем понимании, ретро-игры, которые вышли как минимум лет 10 назад, то есть до 2007 года. Ну, а теперь непосредственно к герою моего видео, Baldur's Gate. Релиз состоялся 21 декабря 1998 года, более 18 лет назад, ничего себе. Узнал я об этой игре, как и о большинстве игр того времени, из журнала GameXe. Первый номер за 99-й год был посвящен именно Baldur's Gate. На обложке был такой паладин, который сражался с неведомым злом, а внутри было несколько материалов. Baldur's Gate – свежая кровь, витамин БГ, год пивной кружки, который описывал как раз год действия игры, писание персонажей, начало гайда, в общем, многое-много. И это меня очень сильно заинтересовало. Я вообще на тот момент не был любителем ролевых игр, хотя уже был любителем пошаговых стратегий. А ролевые игры мне не нравились, потому что они в то время были довольно несуразными такими. Ну, можно вспомнить хотя бы Ultimo 8 или второй The Elder Scrolls Daggerfall, который даже местные остряки переиначивали в Baggerfall. Ну, несуразные, естественно, по мнению школьника, каким я тогда являлся, всегда же хочется, чтобы было пиршество для глаз на экране, бубум-бабах, в общем, ничего в мире не меняется, людям хочется одного. А Baldur's Gate выглядел очень-очень красиво, благодаря и новому движку Infinity Engine, и замечательной работе художников, да и занимал он аж 5 CD-дисков. Думаю, нынешняя молодежь и не в курсе, но раньше игры продавали фактически на вес. Чем больше дисков игра занимала, тем она была дороже в пиратских ларьках. Для меня такая покупка была дороговато. Я, во-первых, занял деньги у друзей, а во-вторых, нашел пересобранную, типа сжатую версию, которая продавалась уже не на 5, а на 4 дисках. Впоследствии, кстати, выяснил, что там просто многих мультиков не было, но на самом деле для Baldur's Gate это особо и не важно. Главное, что все остальное там было. И озвучка осталась, и перевод, кстати, был очень даже неплох для пиратского. Ну и, в общем, я пропал, причем на многие годы, потому что я не единожды проходил Baldur's Gate, и даже он у меня куплен теперь уже в Стиме, когда вышло High Definition переиздание. Его я, правда, уже не прошел, потому что слишком много вокруг других игр, о которых хочется рассказывать, но с удовольствием запускал, играл, проходил до какого-то определенного места, и все равно продолжаю получать от этой игры большое удовольствие. В чем же прикол? Почему вот Baldur's Gate захватывает? Кстати, стоит отметить, что вместе с Baldur's Gate практически в одно время вышел и второй Fallout. Так вот, второй Fallout меня так сильно не захватил, как Baldur's Gate. Главным, конечно же, было то, что второй Fallout на тот момент был жутко забагованной игрой, интернета еще не было, и, в общем, местами просто хотелось компьютер разбить, а не проходить игру, потому что иногда просто баги делали ее реально непроходимой, и надо было начинать очень-очень далеко. Baldur's Gate же этим не страдал, а наоборот давал игроку развлечений выше крыши. Чем же эта игра лично меня так сильно захватила? Во-первых, здесь нормальный ролевой сюжет. Несмотря на то, что, внимание, спойлер, в итоге выяснится, что вы полубог, ну, ваш ботяня Баал был богом, раскидывал свое семя направо и налево, наплодил кучу отпрысков, и в итоге должен остаться только один, но на сюжет вот эта вот вся божественная фигня не влияет никак. Вы не спасаете мир, вы не избранный. В это же время в мире происходят события, которые опосредованно влияют на вас, заставляют вас совершать некие действия, и в историю веришь. Начинается она с того, что вы с приемным отцом выходите из библиотеки, потому что грозит некая опасность, приемного отца убивают, и вы, собственно, остаетесь один на один с окружающим миром, и все. Дальше вас не ведут за ручку, нет ощущения, что вся игра типа строится вокруг вас, скорее наоборот. Кажется, что много-много персонажей, вы в этом мире находитесь, но ему на вас наплевать, и это классно. Я сказал, что вы мир не спасаете, но это не совсем так. В той местности, где вы находитесь, а это побережье мечей, в забытых королевствах, Faggotten Realms, в общем, там начались проблемы с железом. Оно стало каким-то хрупким, ломким, и оружие из него периодически ломается. Тут надо сделать отступление и рассказать, собственно, про забытые королевства. В общем-то, Faggotten Realms, пожалуй, самая большая и подробно разработанная на сегодня игровая вселенная. И про забытые королевства, да и вообще про систему AD&D ролевую можно делать отдельное видео и не одно. Но это один из примеров, как вообще сделать хорошую ролевую игру. Второй такой пример — это Третий Ведьмак, когда берется действительно проработанная вселенная, и уже на ее основе делается игра. Вы вдохновляетесь тем миром, который придумали другие талантливые люди. Пан Анджей Сапковский сочинил замечательный мир, где происходит действие Ведьмака, а польская студия на этой основе сделала три замечательных ролевых игры. На основе Faggotten Realms вообще выпущена куча игр, кроме Baldur's Gate. Еще до Baldur's Gate есть такой термин даже — «золотой век ролевых игр». И именно благодаря, по-моему, 16 или 17 играм по AD&D, и вообще по берегу мечей, Faggotten Realms, вышли игры Pool of Radiance, Hills Far, Secret of the Silver Blades. Но я не буду все перечислять. Eye of the Beholder — вообще, наверное, самая известная из тех игр. Но это старые старички, это совсем там начало и середина девяностых. При этом еще вышла куча настольных игр, постоянная проработка правил и так далее и тому подобное. И вот на этом богатейшем материале очень сложно не создать качественную ролевую игру. И канадская студия BioWare, которая была создана тремя медиками — Реем Музикой, Грегом Зищуком и Августином Йиппом, прекрасно с задачей создания ролевого шедевра справилась. Тут даже можно провести параллель с другими ролевыми играми, конечно, вы можете со мной поспорить по этому поводу. Вот Dragon Age, например, выпущен уже в оригинальном мире, которые придумывали сами BioWare. И, по-моему, сразу видна бедность там туража по сравнению с Baldur's Gate, Neverwinter Night или Planescape Torment. Но вернемся к нашим героям. Baldur's Gate — это изометрическая партийная ролевая система. В общем-то, Pillars of Eternity и недавние тирании самые что ни на есть идейные продолжатели дела Baldur's Gate. И, в общем-то, поэтому у меня много претензий к тирании было. Она замахивается на эпичность, но при этом выглядит очень маленькой камерной игрой. В то же время Baldur's Gate берет совершенно небольшую область мира, от самого города Baldur's Gate до небольшого шахтерского городка Нашкель, и детально ее прорабатывает настолько точно, что мир кажется очень большим. Кстати, поднимите руки те, кто занимался выдиранием из игры мини-карт, чтобы составить из них полную карту игры. Дело в том, что все области в игре представляли такие как бы огромные прямоугольники, и переход из одной в другую типа по игровым меркам занимал несколько часов. Но на самом деле они все были точно друг к другу подогнаны, и из них можно было реально составить полную карту мира. Для нынешних компьютеров это не составляет проблемы, а вот тогда, я помню, меня Photoshop очень дико тормозил, когда я загружал эти картинки, пытался их составлять. Но я в итоге составил, кстати. Картинка занимала, по-моему, 2 мегабайта. И опять же повторю, для тех времен это был такой огромный размер для картинки. Тогда же память вообще оперативная, 64 мегабайта, казалось, ого-го. Боже, смотрю сейчас на свои 16 гигабайт оперативной памяти и понимаю, насколько вперед шагнул прогресс. В общем-то, вот эти карты, на которых происходило действие, и занимали основной объем на дисках. Игра постоянно просила нас вставить то один диск, кто другой, чтобы карты подгрузить. При этом, сам мир тоже был составлен очень логично. Вы идете по дороге, ну, сначала из библиотеки в Кэндл Кип, потом из Кэндл Кипа, это такая таверна в игре, в город Берегост, потом в Нашкель, потом в Балдурс Гейт конкретно. И на этой дороге у вас могут быть стычки со всякими противниками, но это самые слабые противники. Чем дальше от дороги, чем дальше в лес, тем толще партизаны, собственно. И этому верилось. Ты понимал, что ты сейчас вот отойдешь в сторону, и у тебя начнутся проблемы. Пойдешь еще дальше, там вообще самые такие жирные проблемы. То есть, игра, в принципе, тебе не объясняет механику, не объясняет, что тебя ждет. И вообще Балдурс Гейт довольно недружелюбен к новичкам. То есть, тебе не объясняется, почему на мага можно одеть латный доспех, и при этом маг утратит способность творить заклинания. Или почему? Чем меньше показателей у брони, тем она лучше. То есть, такие суровые будни системы AD&D. В этом плане, конечно, Тирания или Пиларс оф Утенати попроще будут. Но я даже не знаю, вот в данном случае, проще значит ли лучше. Именно Балдурс Гейт придумал такую штуку, как спутники, у которых есть своя история реальная, которые могут между собой переругиваться или уходить из команды, если вы выгоните из нее их жену или любовницу. Ну вот, кстати, давайте еще в комментариях обсудим наших любимых спутников в Балдурс Гейте. У меня, конечно, на первом месте Минск, без вариантов. Ну, во-первых, у него имя созвучно тому городу, в котором я живу. А во-вторых, у него в инвентаре сидел гигантский вселенский хомяк в миниатюре, который издавал всяческие звуки и к которому Минск периодически обращался. Ну и вообще, это, по-моему, самый популярный спутник в Балдурс Гейте. На втором месте лично для меня стоял Мак Эдвин. И прикол был в основном том, что у меня партия состояла из добрых персонажей. Кстати, это еще одна из особенностей системы AD&D. Там у каждого персонажа есть определенное мировоззрение. От законопослушного доброго до хаотически злого. Такие девять градаций. Ну и, кстати, такое тоже еще маленькое отступление. Это был один из минусов Балдурс Гейта. Его практически невозможно было пройти злым. То есть он очень сильно поощрял хорошее поведение. А если вы начинали всех убивать вокруг, то получали очень большие штрафы. И к покупкам в магазине вообще, в принципе, вас могли тут убить. Будь вы злым. Тем не менее, среди спутников были и злые персонажи. Вот одним из таких был Эдвин. Довольно мощный маг, но при этом с завихрениями в башке. И прикольно всегда было наблюдать за его переругиваниями с положительными персонажами. Карта в Балдурс Гейт, кстати, была удобной. И глобальная, и на местности, но я все равно рекомендую пользоваться вам 2GIS. Потому что этот картографический сервис, навигатор и справочник организации уже давно поддерживает мой канал об умных играх. А после недавнего обновления 2GIS теперь предупреждает об ограничениях скорости, камерах ГИБДД, лежачих полицейских, а также умеет строить маршрут в объезд платных и грунтовых дорог. 2GIS, если быть точным. Также я брал рейнджера Кивана. Джахейру и Халида, мужа и жену, которых нам навязывала игра в Кэндл Кипе, я обычно в Фермжелесу отправлял на убой куда-нибудь. Слишком уж они правильные. Еще один злой персонаж Викония, кстати, темный эльф, подбирался, по-моему, она в локации с Василисками находится. Также брал паладина Аянтиса. Ну, кстати, я сам обычно играл за обычного воина какого-нибудь или тоже рейнджера. Ну и в этой компании кого не хватает правильно вора. В принципе, нам вначале выдают вора в лице имейн, но она мне всегда не нравилась. Тем более, внимание, спойлер. В будущем она оказывается вашей сестрой. Ну, по-батюшке, естественно. Поэтому я опять же ее практически сразу в начале где-нибудь убивал и прикапывал, забирая все пожитки. И обычно брал Скай Сильвершилд. По характеристикам лучше Халфлинка Лора, но мне Скай больше нравилась из-за того, что она такая типичный нейтрал, ровненько посерединке в мировоззрении находится. И вот эти ребята между собой там какие-то разговоры ведут, переругиваются. В общем, наблюдать за ними весело. Конечно, в следующих играх или в тех же вот недавних тирании персонажи проработаны больше и у них больше всяких возможностей. То есть там с ними можно разговаривать, развивать их всячески. Но для того времени Baldur's Gate с его системой взаимодействия персонажей в партии был офигенным прогрессом, новинкой и колладезем свежих идей. В принципе, в Baldur's Gate настолько много этих самых идей новых было, что практически все остальные проекты BioWare дальнейшие можно считать вдохновленными вот самой первой игрой, этим самым Baldur's Gate. Правда, все-таки в отличие от Bethesda, которая нам просто постоянно пихает Моровинт, продает, только меняет в нем название и упрощает игру. То это Oblivion, то это Fallout 3, то это Skyrim, то Fallout 4. BioWare в новые продукты все-таки постоянно добавляла что-то новое, поэтому было интересно и во второй Baldur's Gate играть, и в Neverwinter Nights, и в Mass Effect, и в Star Wars Nights of the Old Republic, и так далее, и так далее. Правда, 19 сентября 2012 года из BioWare ушли основатели, Грег Зищук и Рэй Музика, и вот с тех пор я, в принципе, ничего интересного от BioWare Corporation не жду, что было подтверждено Dragon Age Inquisition. Но я отвлекся, давайте вернемся к Baldur's Gate. В игре даже сложно найти какие-то минусы, если очень захотеть. Офигенная музыка, я вот, разбудите меня ночью, поставьте любой трек из Baldur's Gate, и я скажу, да, это Baldur's Gate. Хотя я не очень большой любитель слушать музыку в компьютерных играх, но когда она хороша, я ее оставляю и запоминаю надолго. Возможно, некоторые из вас могут придраться в том плане, что Baldur's Gate про битвы, то есть здесь невозможно отыграть роль дипломата, какого-то говорящего мудреца, что, кстати, я люблю, и в плане все-таки отыгрыша роли второй Fallout был лучше. Да, тут я соглашусь. Baldur's Gate это про отыгрыш какого-то вида бойца. Либо вы отыгрываете паладина, либо вы отыгрываете вора, либо мага, но так как это скорее партийная ролевая система, то вы можете сразу отыгрывать всех и постепенно зачищать карту. И здесь точно не будет разных вариантов концовки. Концовка тут одна единственная. Но опять повторю, так мастерски составлен сценарий, что в эту концовку веришь, ты понимаешь, что она может быть только такая и никакой другой. И именно в этом прелесть Baldur's Gate, и именно этого я постоянно жду от всех других ролевых игр, что разработчики создали в игре такой мир, в который веришь, который хочется исследовать, который не считает игрока пупом земли, а живет вне зависимости от него. Причем к концу игры вы не становите убер-машиной убийства. В принципе, в Baldur's Gate вы ограничены седьмым-восьмым уровнем, ну, с дополнением там, ну, до одиннадцатого уровня вы можете раскачаться, а по мере прохождения вы будете встречать персонажей, у которых уровень намного выше. И не везде, даже на самом большом уровне вам будет легко играть. И это тоже офигенно, потому что игра должна постоянно держать игрока в тонусе. С другой стороны, вы всегда можете найти области, где вам будет легко. То есть вы чувствуете, ага, я уже в некотором смысле такой классный чувак, могу тут всех раскидывать. И самое важное, по-моему, что игра делает сложно не внезапно. Нарастание сложности происходит постепенно, причем вы сами это регулируете вот тем самым отклонением от генеральной линии партии. На самом деле вы можете пройти основной сюжет вообще не углубляясь в лес, там не отходя от этой вот самой дороги на Шкель-Балдурс-Гейт. Не обязательно вам побочные квесты проходить. Хотите идти только по главной линии? Вперед идите. Хотите исследовать мир? Вперед исследуйте. Вот эта свобода, вот эта разнообразность Балдурс-Гейт, она и подкупает. При этом вас, опять же, не считают дебилом, который в игре не может разобраться, у которого капают слюни с подбородка, настолько он идиот. А заставляют в игре разбираться, заставляют думать, заставляют придумывать стратегии, как с соперником биться, потому что тут местами довольно сложно. При этом игра позволяет иногда читерить. Тут в некотором роде такая система, как вот в Экскоме, то есть если вы открываете область и видите соперника, то он на вас нападает. Но у оппонента могут быть еще компаньоны, которых вы не открыли и за счет этого они на вас нападать не будут. Такой легкий чит. Сложно вам? Ну попробуйте вот так сделать. Не сложно? Занимайтесь тактикой и побеждайте. Я это все к тому говорю, что даже сегодня, через 18 лет после релиза, Baldur's Gate продолжает выглядеть довольно современно. И выглядеть, и играться. Ну, этому, конечно, способствует выход в 2012 году переиздания Baldur's Gate Enhanced Edition. Оно было адаптировано и под современные разрешения мониторов, потому что оригинальная игра, по-моему, максимум 800 на 600 шла. И интерфейс улучшен был, и так далее, и так далее. Но вообще, вот вам для сравнения, когда Baldur's Gate вышла, она была продана официально в тот год именно, в 99-й, более чем двумя миллионами экземпляров. Два миллиона экземпляров продано. Сейчас вот недавно в Стиме появилась информация о самых продаваемых играх за 2016 год, и там буквально 10 игр продались больше, чем одним миллионом. А в 99-м, поверьте, игроков было меньше. Компьютерные игры не были таким мейнстримом, как сегодня. Baldur's Gate — это такой столб жанра, она так сильно повлияла на компьютерные ролевые игры, что вот эта волна ощущается и сегодня. Мне, например, продолжение Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 Shadows of the Amn, нравился меньше. По той простой причине, что мы там действительно становились богом, прокачивались до максимального в ролевой системе Dungeon & Dragons 25 уровня, то есть действительно разносили всех вокруг, и уже терялась вот эта атмосфера исследования. Хотя большинство игроков, я знаю, им вторая часть нравится больше, потому что там, естественно, и графика лучше была, и интерфейс был уже улучшен. Но для меня первый Baldur's Gate остается тем самым. Той самой игрой, которая меня приучила к интересному сценарию, к интересному миру, показала, что такое качественная компьютерная ролевая игра. Если вы новичок в мире компьютерных игр, вам понравилась Тирания и Pillars of Eternity, то настоятельно рекомендую обратить внимание на Baldur's Gate Enhanced Edition, найти его и поиграть. Поверьте, вы на много часов потеряете себя. Ну а если вы такой же старичок, ветеран компьютерного фронта, как и я, то жду ваших дополнений в комментариях. Расскажите, как вы погружались в мир забытых королевств и решали проблему с железом на побережье мечей. Ну а слышали вы Лешу Халецкого? Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.